Представлено стилизовано. Мы видим горы, мы видим стволы деревьев, мы видим здесь воды текучие, мы видим цветы, которые лотосы растут, выходят из воды, потому что благородный лотос, он растет в грязи, и он невероятно чист, он подобен мудрецу просветленному. Для корейцев вообще это созерцательная цивилизация, цивилизация, в которой традиционно уживается с невероятным современным. Традиционный корейский пейзаж в необычной технике папье-маше. Авторский стиль 64-летнего художника Сон Бихвана. Мастер превратил бумагу практически в тесто, вылепил ровную поверхность, а после уже на ней сделал рельеф. Для экспрессии нанес акварель. На выставке многоголосие, современная печатная графика Южной Кореи, своя изюминка есть в каждой из 40 представленных работ. Новое ощущение, ничего подобного я еще не видела. То есть это совершенно другой, новый взгляд, особенно смотреть любопытно тем, кто интересуется именно зарубежным искусством. Это все передается, когда вы близко подходите к работам и рассматриваете их детально. То есть даже какие-то геометрические фигуры, их раскрываешь для себя по-новому. В экспозиции собраны произведения, созданные в различных техниках печатной графики. Здесь и традиционная для Кореи ксилография, и линогравюра, литография, шелкография и многое другое. Ряд авторов отдают предпочтение новейшим цифровым технологиям. В Самарском областном художественном музее представлены произведения 32 мастеров разных поколений. Авторы работ в основном уже именитые художники графики, завоевавшие признание не только у себя на родине, но и за рубежом. Сотрудники музея готовились к этой выставке два года. Любой выставочный проект – это всегда непросто. И за этой экспозицией стоит работа каждого нашего сотрудника. Мы делаем экспозицию, мы подбираем экспонаты, мы ведем переговоры. И радостно, когда сюда к нам приходят гости. Посмотреть работы именитых корейских художников можно до 6 декабря. Светлана Кудрявцева, Елена Малютина, Николай Сидоров. События.